Сегодня у нас 17 августа 2017 года, вот приехала комиссия к нам тут. Хочем посмотреть сейчас. А тут кто-то говорит на юриста, говорит, ну а себе. А вы с такими баллами на юриста, да? Что, туда они прошли, да? Вот иначе, конечно, уже тут снимает. В Славину только осталось что? Деньги, деньги. Брат был в городе жил, так что он там как-то это, и все, деньги уже, говорит, перечислили. А там буквально откуда-сюда, там по улице уже. Проходит месяц, деньги не поступили. 20 тысяч объделялось на проект. Ну и проект, конечно, мы не получили. Но время есть, у нас все, улица. А когда я был сейчас там в Министерстве по образованию, то заместитель, она, Калащенкова, она попросила у меня этот документ, что у нас поселок потеряет. Но Потеряевка, она официально везде у нас в Маловском районе, поселок Потеряевка. Зашел тогда школа, как у вас школа. Но, знаете, когда со школой было, самое легче было нам в ДНГ, не желали получить разрешение, чтобы у нас была школа. Дети-то подрастали, уже идти в школу. Собирались в Мамонтово сессии депутатов. Пригласили меня и староста Игоря. Он там на работе сейчас. Да, давай-то было сессия. Наши где-то седьмой вопрос рассматривался. Впереди там все такое было. Как умывальник поставить на вода, как бутылки пустые где завалят. Прочие такие. Наконец, наши стали. И вот все выступают. А зачем там это? Можно, значит, сами обучаете, но потом я уже вставал и говорю, а почему мы сами должны обучать? Да я и не имею на это никакого права. У меня нет на это и знаний. Есть определенные какие, чтобы дать ученику, сегодня как Пугашёва поёт, первый класс хуже института. Сейчас не так просто проверка. Не так просто. Вот и в третьем классе. У меня никто мучается. Сын племянника. Я подумал, ну как решить её там это? Я решил её, вроде бы, а нет, неправильно решил, так не решает. Я говорю, я задаю, ну каплю. Икс, и игрек найти там, неизвестно и всё. Ну вот, значит, долго решали они все. Потом встаёт один депутат, он тогда был начальник ПМК, наверное, Фриз фамилия помню. Не знаю как. Он так выступил, говорит, ну так я не знаю, о чём. Вы, говорит, все русские, и русские вас просят, и вы, говорит, чего они просят? Мы ничего не просили, только чтобы официально было на школу. Ну и, наконец, значит, нам сказали, что у вас будет филиал Морщинской школы. Мы документа никакого не требовали, оправдывали, что филиал будет. Ну филиал, филиал идёт. И учатся ученики. У нас год было 25 даже учеников. Вот здесь. Вот. А? 21. 21? 21, да. 21. Вот так вот было. Всё, учатся у нас. Все получают высшее образование, кто желает этого. Есть у нас и медицинские работники с высшим образованием, технический университет заканчивает, аграрное и прочее. То есть, а сейчас, когда там коснуется, у вас нет филиала? Давай, у нас филиал только, говорит, в Алматовской районе вроде два филиала только. Украинка, это равно. Да. А это нет. А как? Ну, сейчас говорю, я не знаю. Мы думали, что филиал Корчинской школы. Учителя как бы там работали. Нету, говорит, потеряющей школы у вас никакой дела? Дети Корчинской школы, вот сколько с 97-го года получается школа, как была здесь организована. То есть, вот то, что вот в то время, когда вы вот сейчас рассказываете, никак документально практически не оформлено, потому что вот то, что Елена Анатольевна мне документы давала, то, что мы ещё нашли, но нигде, никаких документов о создании здесь, филиала нет. Вот только единственное постановление, что подписано Татьяной Павловной Анатольевной, о том, что сохраняется потеряевка как филиал. Но официальный филиал никогда не в школе нет. Мы получили, на этом успокоились, и всё у нас идёт нормально, всё обучение нормально, дети наши заканчивают, поступают дальше, зовёт, заканчиваются. Вот там годовый 9 класс был у нас выпуск, три человека. Все получили красный аттестат. Да, все всегда хорошо сдавали дети. Да. И вот то, что у нас в 2013 году, вот очень острый этот вопрос, собственно говоря, мы должны были поднять в 2013 году, когда новый закон об образовании вступил в силу, и когда без лицензии сейчас запрещено ввести образовательную деятельность по тем адресам, которые мы оказываем. Лицензию кто должен получить? Лицензию должна получить школа. Школа. Но для того, чтобы получить лицензию в школе, нужно определённый ряд требований выполнить, чтобы лицензия была получена, надо первым участвовать. Ну, допустим, в нашей школе получить лицензию, какие требования? Для того, чтобы сегодня вот как филиал создать официально, чтобы был создан, понятно, что школа, как юридическое лицо у вас здесь не будет организовано, я можно сначала вот вопросом, сколько у вас всего сейчас жителей потеряет? Жителей сколько? 33. 33. Детей все, всех вот несовершеннолетних до 18 лет? До 18 лет. Сейчас трое пока. Школьников трое. А, нет, трое, наоборот, не школьников. Три, да, школьника? Три, да, школьника? Три, школьника, и три, шесть. Один приезжает. Один приезжает. Шеста. Поэтому при таком количестве детей, конечно, юридическое лицо школы создано не будет, потому что сегодня со всеми процессами, которые проходят в образовании, наоборот, юридические лица сокращаются. У нас островное, Украинка. Две школы, в которых в Украине сегодня 20, от 20 до 25 детей обучается. То есть она у нас уже два года филиалом. Вселет равно был филиал, но сейчас он юридически сохранится. Но так как там осталось семь детей, там дорога позволяет детей возить в островную. То есть там у нас 18 километров. Спецтранспорт нам в этом году выделили. Мы этих семь детей будем возить, обучаться в островную школу. Вся проблема у нас с потерявкой в том, что у нас нет дороги. Вот если бы у нас здесь была дорога, у нас бы никаких проблем с образованием детей вообще не возникло. Мы могли бы их вывозить и все вопросы бы решились. Но то, что мы сейчас проехали, я не первый раз у вас здесь потеряю. То есть чуть дождик прошел, дороги нет. Правильно? Зимой вообще нет. Зимой вообще нет. Поэтому для нас нереально. Для того, чтобы обучать детей здесь, мы должны этот адрес записать в лицензию. Вот это здание, оно принадлежит кому? Не принадлежит и все. Сейчас кому сами сделали и все. Как объект, оно вообще вводилось? Не оформлено. То есть никаким образом адрес почтовый у этого помещения есть? То есть участок есть? Мы платим как электроэнергию. Нет. Меня интересует, знаете, как? Школа. Он на кадастровом учете хотя бы где-то земельный участок. Нет. Нет. Мы не оформили это еще. Вот для того, чтобы получить лицензию, первое, что должно быть у школы, это либо право оперативного управления на здание должно быть свидетельство. Вот у нас здание, все, которые есть, они переданы. То есть оперативного управления, я, ну, человек разумный, я понимаю, что в школе никто оперативное управление не даст на вот управление вот этими тремя помещениями, в которых мы сейчас находимся. А что такое оперативное управление? Это что? Ну, это документ, который позволяет распоряжаться этим зданием. Так, а почему они не дадут? Что это взять? Это вы должны дать. Это должен собственник передать это имущество. Вот смотрите, у нас Корчинская школа, Корчинская школа, Станин Корчинская школа, она принадлежит муниципальному образованию Мамонтовский район. Собственником является Мамонтовский район. Но у нас есть свидетельство о том, что это здание передано в оперативное управление школы. Они там размещают свои классы, они его, как скажем, отапливают, освещают, они за ним ухаживают, за этим зданием все. Оно их. Они им пользуются. Кроме того, что даже должен быть, это может быть еще документ аренды. То есть вот собственник, кто, я и поэтому спросила, кто собственник этого помещения, он может со школы подписать договор аренды, по которому школа тоже может разместить здесь свои какие-то помещения. И определенная ответственность стоит с другой стороны. Кто берет на себя ответственность за электроэнергию, за отопление, за все. То есть вот эти вопросы должны быть чисто имущественными. Дальше, чтобы лицензию получить, у нас обязательно помещение должно пройти экспертизу санитарно-эпидемиологическую. То есть, что это здание полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для того, чтобы это сделать, нужно снова же школе, вот Елена Анатольевна, как руководитель школы, она должна подать заявку в Центр гигиены и эпидемиологии о том, чтобы это заключение сделали. Они приедут, они возьмут санитарные правила, все в соответствии с санитарными правилами, они посмотрят. Соответствуют по площади, по освещенности. Ну, я не буду вдаваться в санитарные нормы, вы можете их все сами посмотреть и изучить. И третий документ, который нужен, это соответствие требования божьего взора. То есть пожарники тоже должны выдать свое заключение. Без этих документов на лицензию мы не можем. Мы почему? Мы этот вопрос потеряем. Вот я отработала с 2011 года, то есть получается 6 лет в этом году и 6 лет мы этот вопрос поднимаем. Как нам сделать так, чтобы все было законно? Естественно, вопрос о том, что незаконно здесь дети учатся, для меня, например, он новым не был. Ежегодно у нас этот вопрос поднимался. И то, что вам в министерстве в нашем сказали, деревня призрак, школа призрак, ну это немножечко лукавят они, то есть о том, что у нас такая школа есть, об знают все вести, что дети обучаются. И что для нас лицензию получить нереально. Мы не первый раз поднимаем этот вопрос. Я, кстати, когда собиралась сюда к вам ехать, я еще с собой приглашала, но мы на завтра договорились. То есть люди свои рабочие графики скорректировали. И Роспотребнадзор, то есть санитарные правила, кто будет вот это заключение давать санитарное и пожарников, но на сегодня быстро они не смогли с нами поехать, потому что они должны были здесь сами посмотреть. Первое по пожарной безопасности, первое, что требуется здесь, это обязательно автоматическая пожарная сигнализация без этого заключения не выдается. Ну и, естественно, в любом образовательном учреждении, в любом филиале, это все кнопка вывода, тревожная сигнализация, то есть все полностью так. Технические возможности у нас здесь вряд ли на пункт 01 вывести возможно это будет. То есть здесь вот, но это, конечно, нужно будет заказывать именно экспертизу, потому что мы вот от вас сейчас догадываемся, Елена Анатольевна эту экспертизу будет все заказывать. Если это будет реально, то мы будем за вот это время пытаться что-то сделать. Но я человек не пессимист, но у меня, знаете, вот твердой уверенности, что мы это все пройдем, я вам честно говоря, у меня нет. У нас каждый год, когда принимали, что очень осенью, приезжали и пожарники, и электрики были, и станция была. тоже, в течение и втоги. В прошлом году только не приезжали. Наверное, с 14-го года мы не стали, потому что один год мы не смогли. у нас было парк. Подняли на всю Россию шум такой, как это она смело на парты собирать деньги. Вплоть до того, что она, наверное, уволилась же. Мы 20 лет. Мы ни копейки не собирали, сами сделали это здание вот этими руками я сделал сам. Я священник, но я по-граждански строитель. Это была полуразрушенная стена бывшего колхозного клуба. Мы сделали сами. И мы ничего не просили ни разу. Каждый год ремонтировать это, строить, все сделать. Ну, вы, говорится, можете прикинуть, что это стоит. Вот. Это не в одну тысячу входит в это. Ему нигде. Все проходило нормально. Дети получали нормальное образование. Все поступают. Все. Что от этого зависит? Там кнопка. Кнопка у нас не было кнопок. Но без кнопок у нас дети не хуже, чем Хорсина и Мамонтова получают образование. Вам террористы просто не доберутся сюда. А? Да. Я говорю, вам кнопка не актуальна, но не актуальна. Ну, не актуальна. Требования такие. Ну, у нас же не Европа. Мы в России живем. Мы идти к этой дороге. Где вы в Европе такой дороги найдете? Ну, нельзя же так. А мы учились в первом классе. Я здесь учился. Мы с террасиной лампой были. Это 51-52 год. Понимаете? Времена изменились. Изменилась законодательность. Да, законодательность. Это составляли эти законы. Составляли люди богатые и сильно больные. Так. Вот и все. Только, чтобы вот и все, кто здесь и к вам обращаюсь, чтобы вы поняли правильно мою позицию. Если бы я хотела закрыть Потеряевскую школу. Я 6 лет отработала. И 6 лет назад, то есть в 2011 году, собственно говоря, придя, я понимала, что это незаконно и что что-то нужно делать. Я бы ее приняла меры для того, чтобы ее закрыть еще в то время. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня, не обвиняя ни в чем, ни в чем попытались найти выход. Как нам вот эту ситуацию решить? Вот вчера нам из министерства в ответ на ваше обращение пришло письмо. Примите меры и до 15 сентября отчитайтесь, что дети в селе Потеряевка, проживающие, обучаются в соответствии с законодательством. Вот в соответствии с законодательством, чтобы дети в селе Потеряевке, ну смысл такой, там ответ вот такой. Примите меры, что при обращении жителей Потеряевки в министерство выявлено нарушение законодательства, которое заключается в том, что дети обучаются в помещениях без лицензии. Примите меры и до 15 сентября отчитайтесь, как вы в соответствии с законодательством обучаете детей. Вот в соответствии с законодательством, либо мы получаем лицензию на это, на то, чтобы в адрес этот вписываем в лицензию обученской школы, и тогда работаем в таком режиме. Создаем здесь филиал законно и все это делаем. Либо второй вариант. То есть в организации здесь вот в Потеряевке дети обучаться не могут. Могут быть другие варианты обучения. Это семейное обучение. То есть семья сама обучает своих детей. С любой школой, которую выберет эта семья, заключается договор, и дети раз в год приезжают, сдают итоговую аттестацию. Ну вот в конце года. Это может быть раз в год. Может семья договориться со школой. И каждый четверть для того, чтобы проконтролировать ребенок, программу осваивает или нет. Потому что требований никаких иных нигде, ни в федеральных стандартах в образовательных нет. Что в этой школе так можно учить, а в этой по-другому. Вот Лена Анатольевна присутствует, и педагоги кто у нас работают, они знают, что они обязаны полностью, в полном объеме весь материал, который нужно ребенку выдать, мы обязаны его выдать. Там свыше программы, это, пожалуйста, личное дело каждого. Можно обучаться дистанционно. Вот я уже все это время, такие варианты. Это не первый год. Как нам можно? Можно обучаться дистанционно. Здесь тоже есть одно но. Насколько у вас здесь возможно максимальная скорость интернета? Какая может быть? Это невозможно. Тоже связь у вас здесь плохая. У вас вообще здесь связь какая? Мегафон. Мегафон. Домашнее обучение. Это тоже невозможно. Как она может родители, если они сами не полное там среднее образование, допустим, а ребенок идет в восьмой класс. Что он может родителям? Как ему преподать? И это тоже проблема. И это тоже. Вот вы с Алиной Анатольевной в министерстве разговаривали, я с ней разговаривала в тот же самый день. И тоже вот она, варианты такие. Первое, нужно возить, я говорю, снегоходы не оборудованы для перевозки детей. Она даже не поняла, о чем я ей говорю. О том, что зимой можно только на снегоходе выехать отсюда. А если сломался снегоход? А если сломался снегоход? То есть это не реально. Отсюда детей никто не будет возить. Это только единственный вот для нас еще с вами возможный вариант. Это то, что дети проживают в Корчино, а на выходные или там, когда позволяет возможность сюда приезжать. Где они проживают в Корчино? Ну вот, вчера, когда мы готовились к встрече с вами, с главой этого вопроса уже обсуждали. Единственное, что интерната у нас там нет. Мы можем только оплатить съемное жилье. Вот если квартиру снимать, то мы можем оплатить эту квартиру. Под чьим присмотром будут дети? Мы когда учились в интернате, я учился, 7 класс я учился только там в интернате был. Там у нас интернат был отдельно. Школа. Сейчас я не знаю, что там в этом здании сейчас. Спортирный зал там сейчас. Да, спортирный. Вот там был интернат. Там присылали. Там были воспитатели. Ночной дежурный обязательно. Обязательно. Столовая была там. Отдельно там комната девочки, мальчики отдельно. Ну там было много было. Я не скажу сколько, но лично было ребятишек. Потому что деревень было много тогда. Вокруг. Вот так. Сегодня. Под чьим присмотром будут там дети? Что там будет? На неделю отправить детей. Вы представьте там это. На следующий год у нас первый класс будет. А у вас нет возможности вот поселить детей? Ну какие-то родственники, друзья, знакомые, кому много? Да нет. Кто-то есть, но на это не способны просто. Там уже пенсионеры есть такие, что сами себя и верили. Нет. Ну там, что ты тоже говорил, что это нереально ребенка. Но, тем более, два ребенка в четвертом классе это еще маленькие дети. И там куда-то поселить. На следующий год первый класс. Здесь надо как-то на законных основаниях сделать так, что есть деревни. Деревни есть. А школы, да. Если школы нет, вы знаете, когда закрывали деревни, это было 70-е годы, мы взяли активные данные, более 300 деревень в то время было уничтожено. То только по Алтайскому краю. Да, вот в нашем, вот у нас потеряли порядом 7 километров в Уральике. Те деревни нет. А закрывали очень просто. Первым делом закрывали школу. У нас школа была до четырех классов. Люди, у кого дети, стали уезжать. Кто в Польщино, кто в Ребрихву, кто в Барнаул. По разным местам. Потом закрывали коровники, там свиноферма, овцеферма, птицеферма была, конеферма. Все это. И люди. Все же. Деревня перестала существовать. Понимаете? Так и сегодня. Нет, значит, мы видим, что у нас деревня-то исчезает еще больше, чем тогда было сегодня. Когда все разумеется, мы стали новой деревней. Таких, ну да нигде больше, чтобы старую деревню и люди построились и стали жить. Ну, в том стороне, там пытался один сделать Павел Иванович Крепачок. Но у него не получилось. Он не мог получить регистрацию в поселок. Это раз. Потом у него люди собирались по другому ставу, чем у нас. Началась пьянка у него, воровство и прочее. И все. Разрушилось. Ничего. Потом переехала мама. Потом. Знаете что? Поэтому здесь надо вопрос решать так, чтобы школа была как два учителя на полставки, но сохранить то, что есть у нас. Мы просто, видите, что мы успокоились, что есть Павел Иванович Крепачок. Нормально учимся. Ну и ладно. Ну а теперь, с этим вопросом простой, чтобы дети учились, а у нас не жили опять до президента доходили. У нас всегда как-то в России что-то случилось там, раз президенту, президент папку дает, что все сделали, говорит, все в порядке. Теперь получили зарплату вовремя, там кому-то квартиру отремонтировали и прочее. Здесь до президента нужно дойти в том случае, если президент даст указание здесь вот ее сохранить и закрыть глаза на то, о чем я вам говорила. Ни пожарные требования не выполняются, ни санитарные, поэтому вот сегодня только ваше обращение в министерство, но только эту ситуацию, понимаете, как меня в угол загнали. И я сегодня вот в таком состоянии, то есть я уже не могу закрыть глаза, как я 6 лет на это все закрывала глаза, потому что для меня это вещи наказуемые, но я не боюсь таких наказаний, понимаете. Мне гораздо важнее, чтобы дети обучались, я вот чисто как человек, как женщина. Поймите, мы не жаловались, мы просто как эта ситуация, когда Лена Анатольевна приехала и сказала, что вот такая ситуация, значит, что могут у нас не быть. Мы прошение, мы не жалобу не заявили, мы прошение, чтобы сохранить у нас школу. Вы это так называете, министерство это называет обращение, в ответ на это обращение мы должны принять меры. Вот я сегодня, вот совместно давайте придумывать, что и как мы будем с вами думать. Вы уже, это у вас же готовое решение говорите? Нет, абсолютно. Если бы было готовое решение, знаете, я бы, может, даже и не поехала. Даже и не поехала, потому что я хочу, вот сегодня родители тех детей, которые сейчас учатся, присутствуют здесь. У вас дети какого возраста? Какие? Восьмой или четвертой класс. Ну, они с одной семьей получатся. А еще четыроглассник один? И нет, он в Барнауре. А они в Барнауре вообще живут? То есть они переедут сюда к вам жить или по какой причине дежур они здесь будут? Ну, так, по семейным обстоятельствам складываются. Здесь будут жить родители? Ну, пока нет, не будет, здесь живет тетка, тетка он здесь будет, да. Только с нотариально оформленными документами. Это же как? Либо временная опека. Либо временная опека. А если на территории района дети обучаются, то опека нет. А если он из Барнаула приезжает сюда этот ребенок, то весь учебный год живет? А? Весь учебный год живет ребенок здесь? Конечно. Весь учебный год. И он уже не первый год здесь так живет? Первый год. Первый год? Я вот хотела бы, Леонид Анатольевна спросить, как вы принимаете школу? Потому что мы сейчас во всех абсолютно школах дети, которые проживают не с родителями, на них, а во всех оформлена временная опека. Которые, ну, если, допустим, из странного по странному живут, есть такие дети? Я живу в Барнауле, на протяжении 10 лет мы воспитывали, у нас жили дети, учились в Барнауловской школе, раз, два, три, четверо детей. Все потеряются, девятый, десятый класс. Ни разу в Барнауле у меня никакого документа не попросили. Вы оборвали в школу? Сама лично я, родители не приходили. Ну, у нас в этом году, вот сейчас двое, в Барнауле 10-11 класс, двое мальчики, девочки, в школу поступили, никто никакой опеки, ничего. Какая проблема? Ну, вот потому что у нас проверок сколько было по лидеру супернадзора, они уже четко высмотрены, берут документы и все это проверяют, что и как. Поэтому я и задала вопрос, у них вот проверка была в 14-м, у вас последняя была проверка, в 15-м даже таких вопросов не возникало. Поэтому я и спрашиваю, потому что все потеряевские дети, они же у нас оформлены в Корчевской школе, и у всех там документы есть. Поэтому, если бы был готовый вариант, я бы вам его сразу сказала, давайте обсудим вот такой вариант. Ну, все, что по законодательству, в принципе, какие формы обучения возможны, я вам их не сказала. Ну, вы видите, что ни один из этих... Ни один из них не приедет для нас. По тем обстоятельствам, какие есть у нас. Ну, что говорит. Теперь школа, то, что по всем этим, конечно, она не подходит. Вот, нет, там печное отопление у нас здесь. Ну, печное отопление, оно же не восприняется. Печное отопление может быть, но только, чтобы там, со стороны пожарников, там, железо возле... Пожарники смотрели, то вы посмотрели, как сделано, все нормально. Все года проверяли, пожарники, все нормально. Ну, они так смотрели. Ну, ее и почему мы не стали в последнее время приезжать, принимать, потому что она у нас нигде официально не числится. У меня и Роспотребнадзор, я вчера с ними разговаривала. Я говорю, ну, ездили же проверять. Я говорю, ездили и вы, в том числе, ездили. И санэпидемстанция всегда проверяла, смотрели. Все мы приезжали, все мы смотрели. Я, наверное, раза два была. Ну, я знаю, что один год мы просто из-за дождей не проехали. А потом, раз здесь у нас этот адрес не указан, не ставили все, что мы будем принимать, если это неофициально. Поэтому я не знаю, что мы сейчас сразу придумаем. У нас еще когда здесь школа была, то говорили так, что вы начнете что-то просить обязательно, что там школу вам сделайте, у нас нет никакого бюджета. Это мне мама что-то говорила. Ну, а я тогда нам только бы как-то начать эту жизнь и говорю, ничего мы вас просить не будем. Сделаем все сами. Ну, как бы слово дал. Просить мы вас ничего не будем. Мы ничего не просили. Все это сделали сами. Как могли, так и сделали. Поэтому наследство, что не так что-то сделано, это не от нас. Мы нормально. У нас все работают фермера, платят налоги. Все. Ну, нормально. Российские. Официально оформленные фермеры? Конечно. Конечно. Два у нас. Месяцкое хозяйство. Мы можем где-то от вас здесь сейчас попробовать, как же так подключиться через интернет? Или у вас только мобильные флешки? У вас вообще телефонная линия сюда Ростелекомовская? Нет. У нас нет. У нас только мобильные модемы. У нас только мобильные модемы. Только модемы все? Да. Ну, повторим. Долго грузишь и там это... А вот такой мобильный, ну, персональный, как у меня есть. Ну, сейчас-то там у нас везде, например. До этого я покупала флешку модем, мобильный и свой компьютер вставляла. Ну, вот. Такая модель. Такая модель. Мы здесь можем видеоролики просматривать. То есть, потом смотришь и... То есть, ролики вы можете смотреть. Ну, это на... Когда как? Когда полудет, когда не может. У меня вот каждый день. Ну, это просто... Я к тому, что вот два ребенка четвертый класс, которые, понятно, что они еще сегодня и в дистанционном режиме обучаться не смогут у нас. То есть, их обучать... Понятно, что и здесь мы будем говорить о том, что даже если это будет семейная форма обучения, то есть, мы будем вот эти варианты... Сегодня я вот... Сейчас еще от вас мы вернемся, я еще буду с министерством созваниваться. То есть, все вот это вот еще им рассказывать. У нас замминистра будет в пятницу, наверное, в следующую здесь планируется приезд замминистра образования Молотойского края. Я вообще настроена на том, чтобы ее сюда вам привезти и реально показать, что это такое, что это вот... Ну, как скажем... Ну, не так просто решить эту проблему. Ну, а если по ребенку-восьмекласснику, если на дистанционное обучение... Ну, это по скайпу получается, что должен как бы скайп работать? Да. И по скайп... Мой скайп работает очень плохо. То есть, бывает... И ребенок просидит, и он вообще ничего может не услышать. То есть, вот такой вот связи, что постоянная, идеальная, хорошая связь, такой нету связи. То есть, даже через модель или сплешку, чтобы хорошо поговорить, она может в любой момент оборваться. Может замедленно. Даже мы со школы пробовали от дома. А со школы до дома мы даже не могли настроиться, чтобы... То есть, с какой вот связи, если бы кабельная была бы, да? Ну, у каждого у вас микрофон, понятно, что он вам сюда не будет. Кабель прокладывает, микрофон не бивает. Рост телефона... Если у вас вообще телефона, по-моему, это звонит. У вас есть телефон, но он как-то по... Радио. Телефон. Нет, а провод у вас сюда проложен? Нет. Нет. Это радио, телефон. Радио, там антенна вкорчена, антенна у нас. И вот так вот. Я знаю, что мы по такому телефону жили. Да, у вас есть отдельность? То есть, у вас кабель не проложен? Никогда не было. Нет. Уже в деревне мы год жили. Телефон еще проходило до разъезда. Но вдруг, ну, все столбы поспилили и убрали. А уже без этого электричество... Мы если бы на год еще опоздали, то бы электричество тоже бы не было. Мегафон тоже вышка вкорчена. Да, вкорчена. Тоже вкорчена вкорчена. Одинаково, 15 туда, 15 туда. И тоже дорога на ту сторону такая же. Да, вкорчена. Вкорченский район нам не будет машин открывать, что мы у детей вкорчена. То есть, у нас нереально у вас вокруг 15 килограмм. Да, это бы программа. Есть села, развитие села. Сделать дорогу сюда. Тогда... Есть. Вот знаете, мы сейчас из Травного, не то что программа, а вот в Травном у нас случилась, сложилась такая ситуация, что количество детей сокращается. Там уже практически дошкольников нет. На сегодня у нас семь лет еще в этой школе осталось. Поэтому вот туда сейчас та дорога, которая имеется, но там насыпь, там же не полевая дорога, как у вас. У вас ее здесь в принципе нет. Там это насыпь, там вот сейчас август-сентябрь будет подсыпано все это, щепнем заделана дорога. Газель мы уже получили для того, чтобы детей оттуда возили. То есть, есть такая возможность. Но там хотя бы изначально должна быть какая-то дорога. Там частично щебеночное подкрытие пропало, оно будет восстановлено. Никаких других программ для малых сел. Я почему-то спрашивала, Ростелеком у вас есть или нет здесь. Дело в том, что Ростелеком в три деревни. Вот Ермачиха у вас недалеко здесь. Мачиха, Травное и Украинка. Малые села, которые в районе есть. Туда Ростелеком проложил оптоволокно. И там сейчас у них и интернет будет хороший, потому что мы Травновских тоже будем возить. Понятно, когда дорога будет размыта, допустим, после сильных дождей или снегопада, мы детей не будем вывозить. Мы оставляем в библиотеке там, которая у них есть, себе оставляем компьютеры, чтобы дети могли прийти, подключиться. И в это время в школе будет идти трансляция урока. То есть он сядет и будет слушать. Там скорость будет позволить. Но там и сейчас у нас уже, наверное, 512 скорость есть. Здесь так, что школа, чтобы соответствовала всем требованиям, какие сегодня там, особенно Роспотребный надзор, это никогда такой школы здесь никто не сделает. И нигде. И нигде не сделает. Поэтому это вариант сразу, что какая есть, такая она и есть. Лучше этого не будет. Никто этого не сделает. Потому что за все 20 лет мы ни одного рубля от администрации района не получили. Ни одного. Это все делаем сами. Единственное, что было, что учителя наши получали зарплату. Зарплату учителя получали. Все. Весь, значит, бюджет района в этом только, может быть, пострадал, что наши учителя получали зарплату. Больше этого ничего не было. Поэтому здесь нужно как-то, может быть, так, что есть сегодня какие-то там это, ну, как бы, законы или что. А малокомплектная школа? Школа должна быть. Малокомплектная школа. Вот об этом нужно. Здание, ну, здание мы начнем, можем мы, как говорится, узаконить это. Это дело важно. Нам были эти стены разрушенные, передал сельсовет, у меня есть документ, чтобы безвозмездно передать. На даче мы уже сами доложили все, перекрыли все, сделали мы сами сборы. По этому надо сказать, что мы школу сами построили для учеников. Не на парту собирали деньги, а школу сами поставили. На парту сами покупали или в школе? Все. Ну, мы не покупали. Ездил я по всем там школам, где были там... На улице, Барнаула. На улице там выброшенные, где мы собирали, ремонтировали все это, делали там стулья тоже где-то мы. Собирали там по разным школам, где могли. Там, допустим, для химии, там какие эти приборы тоже по школам где-то выпрашивали. Знакомые. Все это сами добывали. Все это сами добывали. Ну, сегодня у нас в школах более наполненных где-то уже 30-40 детей. Все, чего они добавили... Поставить два учителя. Может быть там на полставке или как-то. А остальные мы полставки будем уже сами собирать. Здесь не надо собирать. Здесь вам не надо будет собирать ничего. Я думаю, что все-таки в индивидуальном режиме, допустим, такие предметы... Вот я сейчас говорю, ребенки восьмиклассники, поэтому на вас смотрю. Есть предметы такие, как технология? У вас все равно базы нет. Вы каким образом преподаете здесь технологию? Ну, на дому у родителей там инструменты всякие. Ну, то есть, правильно я понимаю, что чисто ребенок работает. Есть такие предметы, которые можно все-таки в режиме где-то заочного обучения. То есть, мы вот сейчас еще юридически будем... Я вчера с министерством разговаривала, просила их позже. Вот разные-разные варианты, насколько мы можем комбинировать очное обучение, заочное обучение, семейное образование, что-то в семейной форме преподавать. То, чего правильно вы говорите. Математику в восьмом классе далеко не каждый может. Химию, физику. То есть, часть предметов будет преподаваться. Часть предметов, возможно, в дистанционном режиме, либо видеозаписи уроков, если вот вы ролики можете смотреть. То есть, можно в школе этот урок записать, выложить, ребенок возьмет, посмотрит. То есть, будем искать какие-то выходы. Я думаю, что вот результатом нашей встречи, давайте, вы все равно, вам, министерство тоже, наверное, пришлет письмо. Они прислали еще ответ. Ну, мы его, собственно говоря, читали. Ответ, который вам придет, он будет аналогичен тому, что нам написали, рекомендовано принять меры. А вот какие конкретно меры, никто ничего не подсказал. Вы как говорите, проблема-то в чем сегодня? Что? Адрес, лицензию указать, и все. Что учителям бы там эта зарплата стоит, или что? Ну, без лицензии мы 20 лет. А этот год сейчас пока уже нельзя. Нельзя. Это будет уже не естественное обучение. Нельзя. Не получится. Нельзя. Вот именно, что нельзя. У нас, вот я в 2011 году пришла, у нас детские сады еще работали без лицензии. За это время все абсолютно детские сады лицензии получили, все школы, в том числе. Ермачиха у нас была без лицензии. Сейчас все. Рособорнадзор очень жестко на нас давит. Без лицензии. А оттуда взялся этот Роспотребнадзор? Создали. Это просто карательная какая-то организация. Да, абсолютно. Для чего? А почему вы не при... А то у вас так, о-о-о, давайте-ка мы похода дашься вам, чтобы школа у вас соответствовала, мы сделаем. Почему этого не сделаем? А если нет, задушить. Я поэтому и министерство-то тоже с вами говорила. Давайте совместно принимать решение. Мы не изменим. Вот другого здания здесь у вас не будет. Мы будем просить тогда, что? Будем вплоть до, как говорится, министерства уже, что? Постройте нам школу. Просите, если построят, я буду рада. Вместе с вами буду просить тоже, чтобы построили. Ну, не из-за ничего просто. Все нормально. Дети получают отличное образование. В этом нет никаких нареканий. А учителя у вас проходит квалификация? Да, проходит. У нас один учитель высшей категории, два первой категории. Все нормально? Проходит? Я прежде чем... Вот Елена Анатольевна, наверное, перед вами я, наверное, Раскопеляевым разговаривала. И когда я сказала, что у нас такая ситуация есть. Я говорю, что мне делать? Как мне это? Он первый вопрос задал. Как они у вас будут ОГЭС давать? Я говорю, знаете, замечательно сдаю. Три ребенка нынче выходило, все три с отличными аттестатами ушли. То есть здесь не проблема. Ну, тогда другой вопрос. Вот без лицензии. Вот будет адрес лицензии указан. У вас не изменится ничего. Поэтому нам с вами надо вот здесь вот, по крайней мере, сейчас приложить меры для того, чтобы вот эту лицензию все-таки начать получать. Ну, до первого сентября мы уже не получим. Нет, до первого сентября вы не получите, поэтому мы тоже будем сейчас. Это в течение года, знаете, мы почему не делали? Потому что это, чтобы сделать, мы даже дом, когда было, пришлось до десяти раз только съездить на у нас. Один приехал. А у нас сейчас каждый час. Видите, мы вот пришли только на работе. Этим мы заняли. Сейчас вот уборка началась уже. У нас только съех кончился. Не знаю. Я даже не рассчитываю на то, что мы до первого сентября что-то с вами сделаем. Но вы со своей стороны начнете хотя бы вот в течение этого года оформлять. Начнем с этого года, если делать так. Но с первого сентября что будет? Ну, я вам не могу сейчас сказать. Я сейчас приеду. Я буду в министерство звонить. Что я опять им буду говорить. Потому что я вам открыто говорю. Вот сегодня, когда это известно. Вообще везде министерство этому такое значение придало. Потому что с нас сейчас будут спрашивать. Я им естественно буду о том, что вы с вами встречались. Я буду докладывать. Что вот эти варианты, которые мне предлагали. И я вам предлагала. И то, что я сама продумывала. И то, что это нереально. Возить мы не можем. Дистанционно обучать мы не сможем. Дальше. Проживать у вас детей нигде не смогут. Потому что интернатов у нас нет вообще. Был бы у нас сегодня в Мамонтово интернат. И я бы вам просто-напросто. Вас бы тоже поставила в ситуацию без выбора. Вот в Мамонтово есть интернат. Детей привозите. Сдаете на 9 месяцев. И дети там живут. Как оленевольный своих детей на 9 месяцев. У нас в какой-то интернате жили. Мы на неделю только. Это я грубо говорю. То есть вы допустим там. В понедельник привезли. В пятницу забрал. На трактор возил. Трактор приезжал. Трактор санявит. С будкой нас забирал. В субботу обоскресенье. Ну а у нас это тоже нереально. Если допустим. Ну опять же у вас педагоги. Я понимаю, что все люди семейные. Лена Анатольевна тоже не может с понедельника уехать. И до пятницы вместе с детьми жить в Корчино. Или еще два педагога у нас есть. Кто-то может так. Укажир свое хозяйство. Ухажир своё хозяйство. У нас в лесном хозяйстве. Да. Вы жизнь на личном хозяйстве. У вас другого источника дохода идет. Нет. То есть никто из ваших не сможет поехать. Нет никого. Только если Серафиму Гавриловну ей 92-й год. Ну и только она может. Ну если она будет. Вы уранные хозяйцы вставили заметку. Уранные хозяйцы вставили заметку. Это то, что из-за лицензии, чтобы они учились. А если вот дистанционная, и мы посмотрели же этот ролик, кто будет оплачивать тракт? Он ночью должен сидеть, когда безлимитная, то есть по 40 гигабайт это 800 рублей, то есть нам еще не хватает. Нет, если, допустим, мы пойдем на дистанционное образование, то мы будем оплачивать сами. Люда, ну нереально, что это вопрос стоит. Я поэтому и спросила, знаешь, когда по всем это... Это сколько? Это же очень много. Ну много это сколько. Ну и сейчас 40 гигабайт не хватает вот на месяц, на семью и без роликов. И 40 гигабайт вы оплачиваете сколько? 900 рублей в месяц. 900 рублей. Ну пусть это будет три раза по 900 рублей. За месяц. За месяц, да. То есть мы здесь, это уже будет наша проблема. Если на дистанционное образование, естественно, что и компьютером обеспечим ребенка, и оплачивать этот интернет, который он будет использовать именно для занятий, он байт, это нереально смотреть. То есть связь может в любой момент прерваться, либо он не будет слышен, либо он не будет слышен просто будет, либо тянуть будет что-то. Ну мы сегодня связываемся с недоконом, сегодня связываемся с недоконом, мы связываемся с его возможностями по скорости, которые... У него тут очень маленькая скорость. Да. Но у вас и вселенная недоконна эта, да, низкая скорость? И билань там? И билань. Если она прерывается периодически, ну как он будет сидеть-сидеть, раз прерывалась, он ничего не поймал, он пропустил. И кому нет? Это, конечно, это надо. Связь должна быть тогда нехорошая, если того какую сумму заплатили, в пользу себя. Я знаю, что... Ночью же не может ребенок сидеть, когда хорошее скорость? Не, что-то не может. Не может ночью сидеть? Днем. Ну вот. А днем обычно скорость плохая. Это мы связываемся с оператором, то есть какую скорость они выдают, от чего зависит скорость, если это будет вот только тот тариф, который выбирается, и сколько это будет стоить, это оплачивать будет, естественно, школа. Это не семья будет оплачивать этот интернет. А семейное обучение, оно оплачивается родителям или нет вообще? Семейное обучение только если ребенок инвалид. Там какая-то оплата будет вот с этого года, только впервые будет. А вообще школьное образование, детсадорское, да, дошкольное образование, там сколько, 1600, по-моему, в месяц оплачивается. А в школах пока этого нет. Ну и у нас дети не инвалидны, потому что мы вот этот вопрос тоже рассматривали. У нас в Барнауле центр дистанционного образования, который целенаправленно этим занимается, со своим оборудованием, со всем наследием, и все. Тогда и связь налаживают как следует. Но дело в том, что там только дети инвалидные обучаются. У нас в Букатке девочка 11 класс закончила. Вот она дистанционно полностью здесь, сколько? Я шесть лет работаю, шесть лет она училась. И сейчас у нас дети поступают в этот центр и будут обучаться не в школе, они прямо в Мамонтово дети живут. То есть возможность есть и в школе обучаться, но они будут обучаться в Барнауле, это центр, и обучение будет оттуда идти. То есть есть варианты такие. То, что дистанционное образование очень многих волнует, и настороженность есть определенная. И я к нему очень настороженно отношусь. Но вот этот год уже показал, что дистанционное образование как форма вполне живучая. У нас в Украинке от Мамонтово 25 километров, но там нет педагогов. И учителя Мамонтовской школы дистанционно ведут у них уроки у этих детей. И итоговая аттестация ничего показала, что это вполне нормальная реальная форма обучения. Дети украинские, все, итоговую аттестацию прошли успешно. Ну как один на один, да? Учитель с классом? Нет, не один, а учитель с классом. С классом, да. Включается камера у учителя и камера в кабинете. То есть дети сидят в кабинетах, оборудованных проектор, экран все как положено. У них на доску, на экран выводится весь материал, который учитель демонстрирует. То есть они также в классе сидят. Но они сидят все равно. Там тоже идти по два, по три человека в классе. Их у нас всего двадцать. Вот в этом году будет. Двадцать два было в прошлом году. То есть на одиннадцать класс, на девять классов. Разделить их по два, по три человека. Они заходят, садятся, включают. Тогда просто перед ноутбуком. Когда они садятся перед экраном. И трансляция идет на экран, на большой через проектор. Ничего сдают, а учитель заведет урок. Но в нашем случае это не так, наоборот. У нас ребенок один сидит, а учитель с классом, я понимаю, где-то там. Это может быть учитель с классом и из класса. Идти урок трансляции. То есть он может подключаться. Это может быть и один на один педагог. То есть вы отдельно для него можете один на педагогу давать все равно часы. И все равно он будет с ним заниматься? Конечно. Тогда здесь, понимаете, как ребенок этот уже в дистанционном режиме обучаясь, он не находится в помещении без лицензии. Никого уже это не волнует. Он может здесь, он может с дома подключиться и уроки эти проводить. И вот мы строили долго правовое государство. Какая же глупость это? Если так, значит, нельзя. А если здесь все равно, то здесь в этом здании можно заниматься. А что изменилось? Ну ничего. Вот не вы и осень, это вообще нельзя делать. Это только враги могут делать. Это понимаете, это враги государства. Чтобы не было. Я не знаю, враги это не враги. Но мы с вами оказались заложниками вот в этой ситуации. С одной стороны закон и нельзя. С другой стороны мы понимаем, что особенности села и жителей, связь проживающих здесь. Ну невозможно просто выбраться. Поэтому надо как-то все равно продумывать. Как-то естественно. У нас живем, только с одной стороны отобьешься, облачаешься с другой. То поезд отменяем. Едем опять в отбиление дороги в западносибирскую, там это в Новосибирск, там где-то. Отбили. Стали останавливаться. Только, смотрим, вокзалы разручили. Был вокзал, разручили. Сейчас начали опять добиваться. Нам хоть какую-то будку нам надо поставить. Потому что зимой только поездом добираемся в город. А нам в город легче добраться, чем в мамонте. Да. Ну вот привезли, грибок поставили. Ну это не пойдет и грибок. Ну вот сейчас дали, отписку тоже дали, что до первого сентября сделаем перрон там и что-то поставим. Ну подходит уже, но пока ничего нет еще. И все это с каким-то, нужно обязательно сбоем всего добывать. Это не только в этом. Это я вам могу сказать, что у нас очень многие вопросы решаются, но не совсем найдено тем путем, которым хотелось бы, чтобы проще и быстрее решить. Поэтому вы не воспринимайте, что это именно потеряевка. Мы прошли с лицензированием очень сложную ситуацию. И это требовало очень больших затрат. Очень больших затрат. Ну понятно, лицензия там, где, допустим, сотни детей. Там может что-то получиться, там теракт или что-то еще там. Охрану там нанимают, даже родители там, где-то сами родители охрану нанимают там. Ну понятно там, чтобы не было пожара. У нас-то какое? Ну собрались, вот сейчас три человека будут. Было пять. В прошлом году пятеро было человек. Ну какое? Ну пришли, печка у нас топится сами. Сколько лет получали, там было на четверть ставки была у нас уборщица, как и истопник. Четверть ставки. Я не знаю, сколько вся эта ставка стоит. Несколько лет, лет десять было. Отменили, говорят, это расходы большие. Ну что, в нашей школе это надо. Ну сами стали попеременно по очереди топить, поубирать. Одну неделю один убирай, другую неделю. Дрова сами закатавливаются. Я закатавливаю дрова. Тоже он отопить надо? Вот это помещение на нового столика тоже не отопливается. Не отопливается. Это здесь как порт-зал у нас, он поэтому не отопливается. Зимой он на лыжах. Дрова сами закатываются. Ну там отдельно. Отлично. Это половина у нас в храме. Я знаю. Поэтому так. Давайте как-то решать. Мы еще подумаем. Вот если ребенка восьмиклассника частично, она дистанционная. А на следующий год это пятый класс будет. И самое главное нам с вами надо сейчас меры предпринять для того, чтобы попытаться лицензию получать. Вы здание закат делаете. Мы можем только зарегистрировать. Лицензию мы не получим никогда. Нет, нет, а вам и не надо. Вы зарегистрировать это здание, чтобы у вас было право собственности на это здание. И тогда как собственник этого здания может со школой заключить договор аренды. Потому что без этих документов. Ну со школы тогда пришлют этот Роспотребнадзор. Да, обязательно пришли. А конечно они скажут, окна у вас не с той стороны. Окна надо на эту сторону. Да, окна с другой стороны. Березу надо спилить, убрать. Печки выбросить. Туалета нет теплого. У нас туалет вон там закрепливается. Да, еще и туалет идет. Вот делали. Вот с 11 года все это делали. Ну по крайней мере мы с вами будем предпринимать меры, что мы работаем в этом направлении. Мы работаем, мы что-то делаем. А мы наверное как так будем жаловаться. Но жаловаться не в районе никуда. У нас есть кому жаловаться. Ну это ваше право. Туда жаловаться. Если оттуда помогут. Богу жаловаться. Если оттуда помогут. 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 Я вас тоже хочу жаловаться. Помогут. Мы в этом уверены. Обращайтесь. Он никогда не оставляет. Прошение. Пожалуйста. Но если я говорю как вот сейчас. Мне просто примите меры, чтобы в соответствии с законом. А этих мер мы с вами вот сейчас вместе. Потому что у нас это просто. 1 сентября у нас как всегда началось. Мы как 1 сентября собираемся здесь. Всегда они готовят концерт. Там показывают. Дети. Потом мы совершаем молебен. Просим у Бога, чтобы Господь благословил учеников. Им постигнуть мудрость. Это. И все. Благословляется. Начинается это. Чтобы нам этот год так же начать. Давайте так. Давайте. Давайте. Давайте так. Я завтра еще. Я во вторник буду в министерстве. Потому что я поеду туда на августовскую конференцию. На совещание. Я буду встречаться и с заместителями министра. Будем еще раз эту ситуацию обсуждать. Принимать какое-то решение. Но по всей стране не одна такая потеряевка, в которую не доехать, не долететь. Но Мамутовская района одна потеряевка. Да. У нас здесь одна потеряевка. Но вообще, у нас и Алтайский край, у нас же и в горах есть. У нас же еще есть потеряевка. Там за Рубцовском где-то. Да. Есть. Там большая потеряевка. Там село большое. Но есть села и в горах, и на островах. И всякие есть села. Да. То есть, как-то находят возможность. Будем чего-то пытаться придумывать. Находят. У нас было бы как-то другое отношение к человеку, к людям. У нас, смотришь, человек был, ну, простой был. И вдруг он стал чиновником. Ну, что ты? Уже не подступись. Уже он. У меня такие проблемы. Вчера же, как говорится, с одной чашки хлебали. Ели. В этом же грязи ты ходил. Но сегодня он чиновник сам. Уже все. Ну, пойми, что завтра его уже не будет. Уйдет. Ну, пока есть на месте, надо спешить что-то сделать. Сделать такое, чтобы оставить себе добрую память. А, скажите, вот, если начнется, так сказать, обшивительство, сейчас вот батюшка начнет оформлять на себя это здание. То есть, что-то начнет действовать, да? Тогда у нас на этот год хотя бы школа сохранится. Вот, смотрите, я завтра позвоню. Мы даже сегодня приедем, я уже позвоню и скажу, что вот мы начинаем какие-то шаги предпринимать для того, чтобы оформить лицензию. Потому что я сразу, когда мне вот, после обращения батюшки в министерство, естественно, мне сразу вопрос лицензию. Я говорю, вот, у меня три документа, которые мы должны на лицензию. Я вам сразу говорю. Пожжнадзор. Ну, ладно, еще пожжнадзор. Может быть, что-то. Можно сделать здесь. Роспотребнадзор, вот эти санитарные правила, они очень жесткие. Насколько они? Мы закажем экспертизу. Лена Анатольевна буквально завтра напишет в Центре гигиены и эпидемиологии, напишет обращение с просьбой провести вот эту экспертизу. То есть мы начнем вот это, скорее всего.